Потому что грузов очень мало сейчас, очень мало. Короче, я неправильный драйвер какой-то. Вот правильный. Пускай прям колеса в притирку заходят. Но я уже профессионал, я уже умею. Короче, дорога во льду, трак ехать вообще не хочет. 10 миль в час максимум. По просьбе подписчиков. Сейчас расскажу про свой опыт езды на траке интернешнл. Служина у меня спросит, а чудо заработал. Получается, что ничего. Всем привет, мы начинаем новую рабочую неделю. Значит, я сейчас нахожусь в Сиэтле, в город Кент, там, где я недавно разгрузился. Мне нашли груз отсюда, же из этого же города. Буквально дедхед составил 2 мили. Повезу я контейнер, повезу я Сент-Луис. Ехать мне 2000 миль ровно. Рос, стоит ровно 4000 долларов. В общем-то, фигня полная, но ничего отсюда не было. То есть, я диспетчера попросил, чтобы он мне нашел груз вниз в Лос-Анджелес или в Техас, куда-нибудь туда, чтобы мы обратно не ехали по 90-й дороге по северам, чтобы не было тарпа желательно. Вот. Но особых пожеланий, конечно, тут не исполнить, потому что грузов очень мало сейчас. Очень мало. И у нас ребята из нашей же компании, еще двое, уезжают один сегодня тоже со мной, один завтра. И цены еще хуже. Вот. Так что я еще по 2 доллара еду, другой по 1,85 доллара, третий едет по 1,90 доллара. Ну, плюс-минус то же самое, но чуть-чуть хуже. Короче, вот так. Сейчас я приехал загружаться контейнером. Буду грузиться, мужик пока ищет. Он тут вообще один-единственный. Сейчас покажу, как это все выглядит. Это прицепы, которые тягают эти контейнера с портов. Ихняя фирма. Да, и вот стоят контейнера. Мне для Флэшбета, наверное, 2 понадобится. Я не знаю, либо один большой, что они не найдут. Я не знаю, либо один большой, что они не найдут. Так, приехал на Деливере. Ворота мне вот такой-то склад, ранение непонятного. Машины стоят, как типа на передержке. Ну, и что, где-то, что тут? Контейнера такие же стоят, как у меня. Так, короче, вот этот черный мужик сказал, что я могу стоять здесь и разгружать свои контейнера. Точнее, расторповывать. Но он приедет меня разгрузить прямо тут. И там, говорит, только что тоже прибыли. Пацаны, приехал на ЛАВС. Пока мне диспетчер ищет новый груз. Смотрите, что я увидел. Короче, я неправильный драйвер какой-то. Вот правильный. Площадка под мотоцикл. Мой тик стоит у него на крыше. Питер Флэдбет. Он, видимо, пока... Видимо, он пока отдыхает. Горой еще и кататься успевает. Не то, что мы. Просто на тракстапах сидим. Вот, кстати, за что я очень люблю ЛАВС. Это за их бонусные программы. То есть, вот эти все напитки, которые вы видите, их можно брать совершенно бесплатно. Ну, понятное дело, при достижении определенного уровня. Это уровень Diamond. Это для того, чтобы его достичь, нужно заправить полторы тысячи галлонов каждый месяц. Ну и, в принципе, все напитки, все можно бесплатно. На выходе мы просто открываем приложение, бар-код. И сканируем его. И, в общем, все. Ну и, кстати, кроме напитков по этому бар-коду, также бесплатные души. Так, ну что, взял я себе кофе. Солнце прямо в глаза светит. В общем, диспетчер грустный, пока что-то найти не может. Есть варианты на Калифорнию ехать. Ну, там много дропов, хоть и платят нормально. Но дропы... Короче, получается, там 3 доллара на милю выходит. 6 тысяч баксов платят. Но будет 4 дропа, и как минимум понедельник я точно теряю. А с учетом этого, это не очень выгодно. Сегодня четверг. Вот, ехать и так 3 дня. Один день буду отдыхать. И потом один день терять понедельник. Короче, вообще эта фигня полная. Вчера спешил, спешил, спешил. Думал, побыстрее приехать доставить, чтобы с утра мне взять уже груз. То есть, чтобы... Потому что каратыша, скорее всего, сегодня будут брать. Чтобы было больше времени сегодня на доставку. Но груз найти пока диспетчер не может. И придется сидеть на тракстапе. Сколько не знаю. Спешить было не к чему. И опять же такой момент, да, вот сейчас февраль, очень плохо с грузами. То есть, все жалуются. Грузов нет. Я вот даже на себя почувствовал, что даже в декабре, когда говорили, что будет плохо. И в январе, когда после новогодних праздников, говорили, вообще будет просто труба. Грузов не будет. Лучше сиди дома, не работай. И то, что-то было. И было намного лучше. То есть, я вот даже в первую неделю, когда вышел на Хэнди, работать 10, по-моему, 100 или 10-200 сделал. Ну, просто в легкую. Сейчас вообще просто... Грузов нет нормальных. Да, там по доллар 70 какие-то есть. Но тут в среднем пацаны ездят 2,50-2,70 и часто берут грузы, ну, типа, 3 доллара за милю в одну сторону. И там потом где-то берут обратно груз, там, 2,20, например. И вот в круговую выходит 2,50-2,70. Это стабильно. Сейчас, ну, вообще, короче, печально, печально. Ладно, пока позавтракаем, подождем. Может быть, что-то найдет хорошее. Ребятки, приехал я на загрузку. Взяли мне все-таки груз на Салифорнию, я поеду. Еду из Иллинойса в Лос-Анджелес через Сан-Франциско с четырьмя дропами. Ехать 2570 миль и платят за это 6600 долларов. В общем, я приехал, зачекинился. Прикол такой, что мне надо заехать и отдать чувакам ключи. Причем не выходя из издрака, они сами заберут. Так что я сейчас заезжаю в шестые ворота. Вот дядька еще один въезжает. Короче, меня загрузили. Сейчас покажу, что тут мне накидали. Короче, вот так здесь узко. Прям колеса в притирку заходят. Но я уже профессионал. Я уже умею. Со второй стороны чуть-чуть побольше места. Но не сильно. Ну вот, короче, сейчас буду крепиться. Такие непонятные. Это, короче, для электрики. Все острое. Тарпом. Будет не сладко. Короче, они тут пометили стикерами. Номер 2, это на вторую выгрузку. Номер 3, на третью выгрузку. Номер 1, первая выгрузка. И вот там, спереди, без номеров, настал no stickers. It's the last. Короче, последняя выгрузка без стикеров. Чувак тоже заехал. Сейчас буду это все крепить и вешать тарпы. 2 четверки. Продолжение следует... В общем, все, встало. Не знаю, проеду я дальше, не проеду. Висела табличка, точнее, моргала надпись, что требуются цепи. Я думаю, в этом дело там стоят, скорее всего, полицейские проверяют цепи, пускают по одному. Но есть вероятность того, что дальше мы уже не поедем. До Султ-Лейка осталось 30 миль. В принципе, один перевал этот, перебраться и все. И там дальше пустыня. Там гор не будет. Чуть-чуть не успел. Короче, видимость практически убивая. С горки едем страшно. До 17 миль разгоняешься, уже как будто летишь. Подтормаживать надо. Еще полторы милии впереди, знак был шестой. Главное, что в Султ-Лейк спуститься, там равнина дальше. Там будет проще. Эвакуаторы работают уже, полиция. Фух, наконец-то мы спустились в Султ-Лейк-Сити. Более-менее. Восяком случае, тут не горы и дорога чистая. Температура 32 градуса за бортом на Танвале по Цельсию. Короче, было стремно спускаться. Больше всего боялся, чтобы не сложила трак. Под углом еще дороги идут. Ой, кошмар. Короче, подъезжаем к границе со штатом Калифорния. В общем, все траки стоят, там буквально парочка впереди едет. Посмотрим, открыта ли дорога. Потому что где-то написано, что открыта, где-то написано, что траки едут. И веб-камера показывает, что траки едут. Ну, они действительно вот едут. Ну, пустят ли нас дальше, я не знаю. Сейчас посмотрим. Почему-то, что не все стоят. Не просто ж так это все. Снега, смотрите, сколько в Калифорнии выпало. Метр снега. Сегодня 4 марта. С 1 марта, вот и по сегодняшний день, была закрыта эта дорога 4 дня. Короче, пришлось все-таки эти цепи. Я не знаю, пригодятся или нет, но тут свечейн-контрол. И без цепей они дальше не пускаются. Смотрите, сколько слева снега. Ой, тут 2 метра, наверное, помело. И уже метет снежок. Может, и не зря встали лиц и передевать. Справа он снег чистит, смотрите, какая ровная. Смотрите, машина какая. Вон она едет. Снегом. Снега чист. Там, короче, у него такие жирнова, он этот снег затягивает в себя. И он закидывает на гору. Короче, дорога во льду, трак ехать вообще не хочет. 10 миль в час максимум можно. Крести. Кто скажет, как это называется? Это показывает направо, это показывает налево. И оба это тракер пасса. Просто на разных устройствах. Один на андроиде, другой на iOS. И кому верить, непонятно. Но я поеду по этому. Тут потому что на 2 мили, короче. Тут 14, тут 16,6. Так, в общем, приехал. Это уже у меня третье. Деливери в Лос-Анджелесе. Там две первых снимать было некогда. Короче, два раза я уже разгрузился. И полностью растраповался. Потому что тут между доставками по 10-15 мили. Короче говоря, смотрите, я приехал. Вот мой груз сейчас они снимают. Вышка аэропорта Лос-Анджелеса. Короче, за забором прям. Вот наша база за забором. Каждую минуту взлетают самолеты. Просто каждую минуту. Шум стоит невозможный. Кстати, вот у них трубы тоже лежат такие. Под открытым небом. Я на последней деливери в городе Фонтана, Калифорния. Сейчас разгружаюсь. Здесь медиспетчер уже взял новый груз. В общем, я про него расскажу чуть позже. Ну, а так. Покажу. Такие склады здоровые. И вот. Я заехал в такой одинокий док. Самая проблема. Вот смотрите, по бордюру прям видно. Перепад какой. Здесь большой угол. То есть, когда заезжаешь, трак аж прям ломается. Очень хорошо видно. Как стоит трак и трейлер. Приняли тут всякие меры предосторожности. Заставили снять красную линию. И зацепили на нее такой замочек. Чтобы я никуда не уехал. Ну и башмаки подставили. Загнали в док. Меня выгнали. Сейчас будут разгружать. Вот. Ну и все. И поеду, в принципе, я уже за новым грузом. Еще что хотел показать. Вот смотрите. Я уже в Калифорнии в футболке хожу. Мог бы и в шортах ходить. И в шлепках. Но на заводах, на вот этих на производствах нельзя в такой форме одежды ходить. Солнце светит прям. То есть, буквально вчера я боролся со снегом и льдом. Причем в той же Калифорнии. А сегодня уже у меня лето. По просьбе подписчиков. Сейчас расскажу про свой опыт езды на траке Интернешнл. Я не знаю, почему у нас на них не ездят. Почему-то не покупают. У нас в основном идут Вольво и Фредлайнеры. В наших русскоязычных компаниях. Я ездил на Интернешнл. Это был мой первый трак. Мой трак был 2023 года. С двигателем Каминс на 505 лошадиных сил. И автоматической коробкой передач. Обычно 12-скоростная. Там есть еще десятки стоят. Но у меня была 12-скоростная. Тахова совершенно ничего не могу про этот трак сказать. Ничего с ним такого не случалось. Значит, проблем никогда никаких не возникало. Чек не загорался. Ничего не отказывало. Все ехало и работало просто замечательно. В горку данный трак тянет тоже очень хорошо. Вот соотношение мостов там я не знаю. Какой коэффициент. Поэтому ничего не могу по этому поводу сказать. Но трак едет хорошо. Расход топлива у него в среднем показывало 7 миль на галлон. То есть это вот постоянный расход. Я проехал на этом траке, кстати, 60 тысяч. Когда мне его давали, у него был пробег в районе 60. Я когда его отдал, был уже в районе 120. Значит, весь вот этот пробег. Я обычно, когда выезжал в понедельник, да, там, и ездил 4 недели, я сбрасывал на ноль. И всегда был 7, 7,1, 7,2 в этом диапазоне. Значит, ощущение за рулем. Ощущение как на траке. Вот. Если сравнить с Вольвой, да, Вольва больше такое ощущение, как будто ты на легковой едешь. Она как-то лучше рулится. У нее более отзывчивый руль. Она более приятная на ощупь. У нее более, скажем так, эргономичная торпеда. Как-то все лежит на своем месте. В интернешнале немножко не так. Он более такой дубовый. Более такой у нее дешевый пластик. Прям зазоры. Вот детали, да, когда они там стыкуются вместе, такое ощущение, что они расходятся. Потому что там зазоры, и они, причем они кривые, да, вот так вот зазор идет. Это вот такая сборка, ну, мне не очень. Большой минус, как бы, на этом траке, их два, вот что я заметил. Первое, это очень неудобное сидение. Ну, оно сидит, ты как на табуретке сидишь, и ты его как не регулируй. Там регулировок всего две. То есть спинка и, ну, нижняя эта сидушка сама регулируется. Все. Ну, и, соответственно, подкачка воздуха под спину. Больше никаких регулировок нет. Сидение крайне неудобное. Боковой поддержки практически нет. Подголовник тоже такой себе. В общем, это мне не очень понравилось. И еще один самый большой минус, что я заметил, это трак постоянно надо ловить. То есть, когда какие-то неровности, он все время пытается уйти, и ты вот вцепился в руль и пытаешься его поймать. На Вольве такого нет. На Вольве просто можно сесть там одной рукой и расслабленно ехать. Ну, это как бы в сравнении, да. Ну, а потом, как оказалось, то есть, я не знаю, на всех траках так либо нет. А, значит, у нас в компании Вахта, где я работал, у Валера потом купил второй трак Интернешнл. Точно такой же, только белого цвета. И он попал в аварию. И когда, в общем, его ремонтировали, ему проверили развал схождения. Оказалось, что развала нет. И когда они спросили, а вы делали вообще развал или нет, то, естественно, Валера сказал, что никакой развал мы не делали. Оказывается, вот эти траки, когда выходят из завода, надо сразу делать развал. Возможно, поэтому руль и гулял. То есть, Серега, который ездит на белом этом Интернешнл, он сказал, что да, у него тоже гулял руль, он постоянно ловил трак. Но после того, как сделали развал, он стал идти прямо. И, как бы, вот, читал я комментарии на Фейсбуке, да, люди, которые ездили на нем, тоже говорили, что, в принципе, даже Вольва в плане управления хуже, чем Интернешнл. Вот, поэтому, возможно, дело не в Интернешнл, а в том, что надо было развал сделать. Как бы, я об этом, например, не знал и ездил, как мне дали трак, который прошел уже, к тому же, 60 тысяч, да, с завода, так я и ездил. В основном, все остальное у него без проблем. То есть, допустим, спальник у него хороший. Большой холодильник по сравнению с Вольвы, то есть он гораздо больше. Полочки более удобные. Еще один момент там такой есть. В моей комплектации был адаптивный круиз-контроль. То есть ты ставишь, выставляешь на круиз-контроль, например, 70 миль в час, там, или 65, да, и когда трак догоняет кого-то, он притормаживает. И когда он, соответственно, отстает, он разгоняется до заданной скорости. Но прикол в том, что он притормаживает очень резко. То есть, когда ты сам тормозишь, да, ты плавно нажимаешь на педаль тормоза, и ты тормозишь. А когда трак это делает сам, то он такое ощущение, что давит на тормоз со всей силы. То есть я не знаю, как они рассчитывали эти усилия, но почему-то они это не просчитали. То есть ты едешь, 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 ты догоняешь впереди идущую машину, которая едет медленно, он нажимает на тормоз, и ты вот так вот об руль бьешься. Вот это вот очень неудобно, и порой было такое желание просто заглушить эту систему. То есть обычно это делается как, там впереди радарчик стоит, на него наматывается какая-то там бумага, тряпка, все что угодно. Просто заклеивается, чтобы он ничего не видел. Естественно, потом на приборке висит такая гирлянда из ошибок, что ничего не видно. Ну, то есть радар поврежден, и он ничего не может прочитать. Но такая вот система, она как-то, ну, мне кажется, она топорно сделана, недоработана. Ну, в Вольве, например, такого вообще нету, адаптивного круиза. Тут есть просто круиз. Да, ты задал там определенную скорость, и он не будет притормаживать. Тебе надо это самому следить. И первое время, конечно, немножко было неудобно. Ну, приходилось отвлекаться, да, приходилось немножечко все-таки по-другому. То есть приходилось перестраиваться. Так как я уже на том траке достаточно долго проехал, я уже привык, что я ставлю круиз, и если впереди идущий трак идет, да, то есть он сам притормозит. Вольве такого нет. Но в целом, в целом, трак Интернешнл мне очень понравился. И если бы мне предложили бы такой трак в этой комплектации, с которым я был, да, с этим мотором и коробкой, я бы его взял бы. Вот, честно говоря, я бы взял бы. Трак очень хороший. Он у меня оставил только положительные эмоции. Уже у меня лето. В общем, ребята, гружусь. На улице дождь очень сильный, прям стеной. Я залез в трак немножко переждать, потому что, ну, невозможно. Я вот уже оделся в такой вот дождевик. И все равно прям уже ноги мокрые по лужам, по асфальту, я не знаю, так видно, не видно. Ну, прям потоки воды текут. Очень сильный дождь. Сейчас он немножко уже, кстати, спал. Еще чуть-чуть. Да, уже не так сильно. Уже терпимо. Вот, немножко пережду и буду грузиться. По грузу, получается, еду из Калифорнии. 1100, в общем, получается, платят 300 баксов за этот груз. Вот, еду в Вайоминг. Так, значит, вчера там товарищ ездил, сказал, что дорога нормальная, чистая. Все как бы, не парься, не бойся, снега нет, все сухо. Но посмотрим. Груз хорош, тем более из Калифорнии. И таких грузов тут нет. Отсюда, если уехать по 2, там, 2.20, это прям счастье. Потому что обычно здесь 1.70, 1.90, что-то в этом диапазоне. А то и 1.5 даже есть. Вот, поэтому груз взяли хороший. Надо сегодня проехать, завтра целый день. В пятницу разгрузка в Вайоминге. И беру в Вайоминге. Ладно, я пока пережду дождь и пойду вставить. Вот такие вот койлы, кстати, 3 штуки мне поставили таких койл. А сейчас цепи одеваю. Успел закрепить только один. И продеть две цепи во второй. Все. Сейчас осталось закрепить эти средний койл. И полностью зацепить последний. То есть цепи одеть и закрепить. Пока немножко подождем. Короче, к горам подъезжаю к Моабу. Смотрите, слева какая чернота. И справа. А справа светло. И вот у меня дорога идет прямо между ними. Между тьмой и светом. Немножечко правее. То есть я все-таки еду на светлую сторону. Что не может не радовать. Потому что мне снега на самом деле хватило и холодов. И льда. А сейчас я еду в горы. И если там, не дай бог, еще будет такая вот неприятность. Ведь и снега, и льда. И придется одевать цепи. Очень бы не хотелось этого. Пригород South Lake City. Очень мне нравится этот городок. Называется Пролон. Штат Юта. Очень такое красивое здание. Каменное. И не одноэтажное, как и во всей Америке. Такой он более европейский городок. Кстати, в South Lake City, в отличие от большинства Америки, автобусы ходят. Вот смотри, даже с гармошкой есть. И народ на улицах. Очень много людей здесь на улицах ходят, гуляют, бегают. Вечером едешь, тут все бегают. Системельный合過. Календо Курика. Какой дремонция. Какая демонстрация. Какая демонстрация. Субтитры делал DimaTorzok 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 Короче, вот такие дела Очень я этим недоволен Прям, наверное, мужики по мне видят Что очень недовольны Потому что груз везу за бесплатно Вот реально за бесплатно Короче, полтора доллара на миль дают за этот груз На три дня А 2100 долларов за дня, за выходные, блин Ехать 1400 миль почти на тысячу Ну, может быть, сейчас еще в навигатор вобью Он траковый поведет, да, кругами? Может быть и больше Я так примерно посчитал Мне, значит, с этого груза остается 800 бакс Чистыми За вычетом бензина, комиссия, там всякой фигни Из этих 800 долларов Стоимость моих всех этих затрат Аренд, страховок и всего прочего Составляет где-то 210-215 долларов в сутки То есть из 800 долларов 640 где-то, 650 Я отдам за трак И, соответственно, мне остается за три дня 150 долларов Ну, короче, ничего не остается Вот жена у меня спросит А что ты заработал? Получается, что ничего Короче, сюда приехал за три доллара Уезжаю за полтора И в круг я посчитал Выходит ровно два бакса Ровно два бакса Ладно, и как бы это было бы ничего Если бы сегодня был бы четверг То есть можно было бы там довести Это все за сегодня, завтра Но нет, там выходные Там выходные И все Короче Такие вот нынче заработки Март начался не очень